Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским чемпионатом. И сосредоточимся на московском Спартаке, который сейчас достаточно активно фигурирует во всех этих трансферных инсайдах и слухах. Ну и некоторые из них заставляют задуматься, а что вообще пытаются до нас донести товарищи журналисты? Что это вообще такие за новости? Потому что, в частности, Спортэкспресс, казалось бы, авторитетное издание, сообщает нам о том, что Спартак хочет подписать Добвню, голкипера, того самого опытного голкипера, которого, как видимо, хочет получить Станкович. Напомню, недавно была пресс-конференция нового тренера Спартака, где он прямо сказал, что нам нужен опытный воротчик. И вот появляется информация про Добвню. Если честно, в этом инсайде мне непонятно вообще все. И давайте попытаемся разобраться в нем, и я объясню, почему, на мой взгляд, это вообще не вариант для московского Спартака. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, на котором я регулярно публикую статьи и заметки на футбольную тематику. Там же вы можете получить еще и очень приятный бонус от наших друзей из компании Пари, а именно фрибет на 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, вы попадете на мою телегу, там получите все нужные инструкции и с их помощью получите тот самый подарок. В общем, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена. Ну и вообще, переходите на мой телеграм-канал, там много всего интересного. Итак, вообще, слухи про то, что Добвня может перейти в Спартак, они появляются не впервые. Проблема в том, что в предыдущий раз, это было несколько лет назад, когда Добвня был на пике карьеры, и когда он, в частности, как вратарь СК, показал себя блестяще в матче против красно-белых. Был, помните, боевой такой матч, когда Спартак не смог добиться победы, и именно Добвня там показал себя как настоящий альфа-самец, как герой, который вытащил несколько ударов и позволил сыграть, по-моему, в ничью. Вот на тот момент я бы мог себе представить сценарий, при котором именно он стал бы новым галкипером для красно-белых. Ну, так скажем, на эмоциях, взять вратаря, который показал себя в матче против красно-белых, это было бы даже вполне себе в стиле Федуна тех времен. Но сейчас, ну, скажем так, во-первых, Добвня уже постоял, ему 37 лет. И да, мы понимаем, что Станкович заявил о том, что нужен третий опытный вратарь, но здесь вратарь совсем уж опытный, и в этом плане это уже становится минусом. То есть опытный, наверное, это какой-то 34-летний, 35-летний, который все еще относительно молод по вратарским меркам, но опыт имеется. А здесь, когда тебе уже близко к сорокету, но это уже, наверное, мимо кассы. К тому же мы должны понимать, что Добвня, ну, прям скажем, он сейчас находится на спаде Кайеры. Если брать его последние сезоны, то они проведены в низших дивизионах. Последний раз Добвня тусовался в высшей лиге в сезоне 22-23. Я почему это хорошо помню? Потому что это была московская торпеда, мое родное. И там, ну, будем откровенны, Добвня не особо зажег. То есть он был резервным галкипером, который появлялся на поле по большим праздникам. И вот после этого, сколько, два года прошло, и он все это время выступал в низшей лиге. Вот сейчас вот оказался вообще свободным агентом. То есть был в Шиннике и Ярославском. А сейчас и там закончился контракт. И мне не совсем понятно, зачем он нужен Спартаку. То есть, окей, задача поставлена Станковичем. Но очевидно, что сейчас в российской лиге можно найти более подходящих ветеранов-вратарей, которые в том числе сидят без контрактов и которые готовы в том числе прийти в Спартак для того, чтобы здесь быть третьим стражем ворот. Галкиперы, которые там относительно недавно еще в высшей лиге играли. Так что здесь для меня загадочно буквально все. И если спортивная дирекция Спартака решит взять Добвню, то я не знаю даже, как на это реагировать. Либо это издевка над Станковичем, типа ты хотел опытного галкипера, вот пожалуйста. Взяли бесплатно непонятного паренька из низшего дивизиона, про которого все забыли. Все равно же все понимают, что играть он не будет. Либо это попытка, я не знаю, уж слишком сэкономить. Потому что всем очевидно, что Добвня, наверное, на старости лет готов будет за Спартак играть за копеечную зарплату и спартаковский тарасовский борщ по вечерам. Этого будет хватать. Просто, понимаете, приятную страничку в биографии получить. Спартаковский вратарь, так на секундочку. Может быть на это расчет. Либо, я не знаю, Добвня что-то такое фантастическое показал в шиннике, что мы не видели, что сейчас Амарал и все остальные решили его взять. Ну, либо, что весьма вероятно, это очередной офигительный инсайт, который выдумали на коленке товарищи журналисты.